Я был такой канонический, классический алкоголик. То есть эта штука, которая сначала мне снимала, потом она меня, конечно, завела очень глубоко. Не знаю пока, когда я запью. Не очень хочу, честно говоря, запивать. У каждого из нас есть интересная история жизни, но не каждый готов рассказать ее людям. Я уверен, что многие из вас слышали про клуб анонимных алкоголиков, но я также уверен, что на этом все и заканчивалось. Сегодня я хочу вас познакомить с Димой, человеком, который уже год ходит в клуб анонимных алкоголиков. Как туда попадают и что на самом деле там происходит? Сегодня вы получите ответы на эти вопросы. Меня зовут Александр Жучкин, и вы смотрите новую серию проекта «Откровения». Привет, меня зовут Дмитрий, мне 30 лет. Я дошел до анонимных алкоголиков и прошел этот путь. Я художник. Я родился в Екатеринбурге. Когда меня родили, родители почему-то выбрали место воспитания дачи, то сразу из Екатеринбурга меня увезли за город. И практически до самой школы я рос в деревне. После школы очень сложная социализация, потому что в деревне, ясное дело, сложно все это. После поступления в институт, одно неоконченное выше, потом оконченное выше, потом немного работы педагогом, а после становления как татуировщика, художника, наверное, и частые разъезды по России. О, ну, страсть к татуировке, она у меня появилась где-то, наверное, в классе в шестом. Мое увлечение меня довело до того, что сейчас я вот... Это моя основная работа, которой, в принципе, я занимаюсь уже больше, получается, 10 лет. В институте я продолжал колой татуировки, но тогда еще толком... Я не понимал, что это будет моя основная какая-то профессия. Естественно, делаю там... Думал, что у меня высшее образование получу и пойду как-то так работать. Параллельно, естественно, тусовки, выпивка. Выпивку я очень люблю. И поэтому меня завлекали разные тусовки, клубы. Ну, тем более, татуировщики, они как художники бухают очень крепко. Просто алкоголик — это такой человек... Короче, когда у тебя нет просто тормозов, вот это как работает. То есть вначале ты можешь тормознуть, вроде как по молодости напился, это смешно выглядит, утром протрезвел, похмелья еще такого нет, и тяги ее нет. Вот, ну, да крепко я припевал. И все подряд пилось. Где угодно. На вписках, на тусовках. Когда колол. Еще очень сильную роль сыграло то, что я всю жизнь был фрилансером. И так как я работал на себя, у меня вот эта вот свобода, она... То есть я мог в любой момент видеть. С утра, мне без разницы, потому что моя работа, она от этого, ну, не становилась хуже или там лучше. Вот. И поэтому это меня не ограничивало. То есть люди, которые работают где-то, их, понятное дело, тормозит, что вот мне завтра на работу, и тут надо выпить. А у меня такого не было. То есть я типа, блин, сам себе предоставил. Поэтому, понятное дело, у меня часто бывало, что я начинал с утрица, прям в 10 утра проснулся, и на завтрак хорошего пива в ерунду. Пошел, и как бы занимаешься своими делами. Ну, и понятное дело, что вот этот весь кошмар, как бы, произошел, наверное, вот в Петербурге год до 3, наверное, назад, вот, когда я начал очень сильно ездить по работе в Петербург, в Москву. Я познакомился с хорошей барной культурой, потому что в Екатеринбурге, блядь, у нас нет барной культуры, там, и не очень-то все интересно. Ну, и я начал прям конкретно здесь припевать и познакомился с ребятами, кто в барном деле очень много лет и сами, в принципе, страдают этим делом, а спеваться коллективно всегда веселее. Потом начинаешь все глубже в это взорваться, ты прям понимаешь, что ты просыпаешься, и все, у тебя трясутся руки. У меня начались в Петербурге зорьки, как это называется здесь на сленге. Зорька – это когда ты просыпаешься часов в 6 утра, и у тебя дикий тремор, у тебя дико просто колотится сердце. Тебе кажется, что сейчас взорвется голова, и часто это бывает с галлюцинациями у кого-то. Я и работал, пил, и так получилось, что я, моя доза выросла, я не знаю, до какой, ну, очень высокого уровня. Я не могу сказать, сколько я выпивал пива, потому что меня уже просто не вставляло. Вот, поэтому пошла тяжелая артиллерия, в принципе, я начал пить водку. И я прям помню тот день, это произошло год назад, в начале лета, когда я недели две глубоко пил, и проснулся я в гробу. Я точно помню, что я купил где-то гроб, у меня был белый, он стоял в моей комнате, я проснулся в гробу с бутылкой водки непочатой, весь исцарапанный, ничего не помню вообще абсолютно, и до этого уже все затуманено, и какой-то голос сверху мне, ну, я не знаю, что это было, мои галлюцинации, может быть, на тот момент, я сказал, все, чувак, заканчивай, как бы ты где-то уже там, где не нужно находиться. Ну и все, и я написал своему корешу, говорю, чувак, я не знаю, что делать, мне нужно остановиться, у меня никого нет, потому что это был момент развода. И он мне говорит, чувак, попробовал анонимных алкоголиков? Я посмеялся тогда, помню, говорю, блин, ну что за хр... это же там, это все там эти... Христос там поможет нам, вот эта вся фигня, в основном это все так. Он говорит, ну ты попробуй сходи, и я понимаю, что у меня других вообще вариантов нет, у меня нет денег ни на что, ни на психотерапевта, ни на какие-то там... ложиться я тоже куда-то не хочу. Я думаю, ну ладно, надо сходить в анонимных алкоголиков. И, наверное, я пришел на... пятый день после запоя. Я пришел в анонимных алкоголиков в центре Петербурга. Оказалось, кстати, очень много их, то есть можно в каждом районе реально найти по два, по три вот этих вот места, где они собираются. И самое смешное, что выглядят они очень неприметно, то есть я вообще с первого раза даже не нашел, то есть я просто хожу, как их определить, и потом я определил просто по стае спускающихся людей в подвал. Пятый день, это, наверное, самое отвратное состояние, это когда, в принципе, тебя уже отпускает алкоголь и начинается самый жесткий делириум. В принципе, ну там обычно третий, четвертый день начинается белая горячка. Я сижу, значит, трясусь, среди там 25 человек было, это такое огромное помещение, в котором садятся молчаливые люди, ты приходишь, ясное дело, тебя все раздражает. Первое, конечно, что меня смутило, когда я туда зашел, я помню, я сажусь и так смотрю на стену, а на стене висит крест и какая-то надпись, там что-то из Библии, в общем, написано. И я такой думаю, ну все, попал, короче, к этим сектантам. Думаю, ну все, нахер мне это нужно. Вот и думаю, ну ладно, сейчас для приличия я дослушаю, как бы свалю и как-то буду своими силами выбираться. Это были первые мои мысли. Вся система анонимных алкоголиков, она, кстати, построена по типу, ну вот как вот вы фильмы смотрите, какие-нибудь вот эти драмы про чуваков, которые вот там приходят к анонимным алкоголикам, это вот реально все точно так же устроено. Это абсолютно как бы, вот эти анонимные алкоголики, которые они есть у нас, это та же самая абсолютно модель, она присутствует здесь. Это абсолютно бесплатно, потому что многие меня спрашивают, сколько ты денег за это заплатил? Ты можешь сам оставить сколько хочешь денег, можешь не оставить денег. Первое, что тебя заставляют сделать, это когда ты представляешься, нужно обязательно говорить «Привет, я Дима, и я алкоголик». И понятное дело, что не каждый может это сказать, потому что все себя алкоголики никогда не считают алкоголиками. Ну, там должна быть определенная стадия принятия вот этого. Надо было взяться за руки, вот так вот. И это меня еще сильнее смутило в тот момент. Я думаю, ну все это, и вообще сейчас будем мантры какие-нибудь читать все вместе. Я думаю, это вообще пи***. С одной стороны бабка какая-то сидит, с другой какой-то дед, и тут я в татуировках весь разрисованной сижу с какими-то полоумными чуваками, думаю, что я совсем гибцый что ли. Я взялся за руки, но я не прочитал молитву. То есть там можно читать, можно нет, я просто молча постоял такой, послушал, так оглядел все это взглядом, так как все-таки я художник, и думаю, ладно, в будущем я нарисую картин каких-нибудь еще, для меня это будет каким-то опытом. Первое, что меня вообще очень сильно поразило в анонимных алкоголиках, в анонимных алкоголиках, это разношерстная публика, это просто пипец, потому что меня именно больше всего пугали, когда у меня изначально были проблемы, я всегда знал о своих проблемах с алкоголем, я все время периодически, знаете, как любой наркоман, я пытался такой, все, парни, блин, надо завязать, вот надо вот туда пойти, там, может, в анонимных алкоголиках, это как бы, и все такие, да ты че, какие, кто туда идти, туда одни бомжи ходят, в итоге оказалось, передо мной сидела с права женщина через две, она была вообще в шубе, там, типа, ну, прада была, вся фигня, я видел, и я ее видел, когда она подъезжала, типа, на колени, или на чем-то, ну, то есть, видно, баба заряженная, но по лицу, понятное дело, спившаяся, с другой стороны, какой-то дед сидел, там какая-то православная бабка, была 18-летняя девушка, я сначала подумал, такой, говорю, дорогая, тебе 18 лет, ты че гонишь, я 18 лет в солдатике закончил, только в своем возрасте, там, играть, там, только в униссет поступал, и только пить начинала, она 18 лет уже, зачем вон они, мы алкоголики пришла, но после того, как они открывают свой рот, грубо говоря, они спрашивают, говорят, вот, кто первый раз пришел, завязать, и вот я, значит, сижу трясущимися руками, поднимаю, говорю, вот, я первый раз пришел, они, Дима, ты молодец, давай, в общем, держись, ты, главное, там, нас не бойся, мы тебе, ну, как бы, поможем, и они начинают тебе рассказывать свои истории, как они дошли тоже до анонимных алкоголиков, то есть, как они появились, блин, это так оказалось интересно, я впервые в жизни ощутил ощущения, которые я никогда не ощущал, меня впервые слушали, потому что самое ужасное мне было тогда признать, потому что у нас, когда ты алкоголик, это сразу становится, это, короче, клеймо на тебе ставят, как на наркомане, в принципе, а, ну все, это чувак, ты чего, все, с ним лучше не общаться, это такие вещи, которые постоянно скрывать стараются, вот, потом я рассказал свою историю, как я до туда дошел, и все внимательны тебя слушали, они слушали, как тебя слушают твои друзья, которые, знаешь, когда ты говоришь, блин, чуваки, у меня проблемы с алкоголем, мне нужно что-то делать с этим, и все на тебя так бьют по плечу, и такие, да ты че гонишь, возьми и не пей, и ты как бы такой сидишь, и еще хочется сильнее выпить после этого, и ты такой, ребят, вы вообще даже не понимаете, что такое зависимость, вот, это просто был обычный такой сеанс хорошего психоанализа, как бы, хорошего психоаналитика, и ты понимаешь, в этот момент я себе впервые за очень-очень много лет я себя ощутил не одиноким человеком, И когда идет этот острый период, тебе обязательно нужно ходить хотя бы, ну, вот первое время нужно прям реально каждый день ходить, и я каждый день ходил, и мне реально становилось легче. И еще на первом занятии тебе выдают книжку, синюю книгу алкоголика, она так и называется, анонимные алкоголики, ну, это идет просто, на сленге называют между собой алкаши, синяя книга алкаша, там хорошие дают заметки, если ты там хочешь, как бы тебя начинает шкурить, выпить, что нужно сделать для того, чтобы, ну, не выпить. Первое время я прям реально эти все штуки следовал, она реально работает. Начал много сладкого жрать, потому что до этого я не ел сладкое, естественно, я начал какие-то замены у меня начали происходить. Ходил каждый день, благо, как бы, это центр, недалеко было жить, плюс в центре мне все знакомые алкоголики сказали, что в центре веселее ходить, потому что публика более интересная, потому что там реально бывают люди, которых ты такой подумал, блин, я бы никогда не подумал, что вы там можете оказаться. Самоирония у чуваков там просто классная, то есть там реально от каких-то просто рядовых гопников, которые просто издесняются на фене, заканчивая как бы какими-то преподавателями искусства, и вот эти чуваки все просто вот сидят вот так вот 25 человек, и ты понимаешь, что эти вообще абсолютно люди из разного мира, все разных возрастов, абсолютно объединены все одной вот этой вот проблемой, которую они как бы действительно хотят решить и как-то стараются решать, помогать друг другу. Пытался еще в себе разобраться, какие-то там психоанализы, плюсом помогла, видимо, база психологии, которую я изучал в институте, и в принципе старался как-то с этим работать все время над собой. Естественно, было первое время тяжело, все время хотелось выпить раз в какое-то время, тем более я подрабатывал в баре периодически, и я постоянно так себя сдерживал, и естественно время, я прям вот первые две недели вот отходил от и до, потом дальше я начал примерно раз в неделю ходить. У меня бывали такие моменты, что я там неделю не хожу, потом я просыпаюсь, у меня очень скверное настроение, перепады настроения очень сильные, потому что, видимо, организм весь переедет, и груб, и постоянно вот скачет эмоциональный фон, просто ужасно. Ага, значит, сегодня я пойду к анонимным алкоголикам, и бывало там два дня подряд мог сходить, ну вот когда именно какие-то сложные периоды. То есть я прям когда чувствовал, что вот, ага, вот сейчас у меня начнется, и я туда приходил, у меня раз опять как клапан такой спусковой был, мне легче становилось, я раз выходил, поговорил, ушел. Еще для особо сложных случаев там бывает, назначают тебе спонсора. Это чувак, который за тобой следит все время, грубо говоря. Чувак, у которого очень большой период, ну, то есть у него большая ремиссия, он такой уже как матерый ветеран, и он знает все вот эти вот штуки, и когда вот тебе хреново совсем, или тебя постоянно шкурит на выпить, чуваки, которые, ну, не могут совсем с собой совладать, у них как бы и спонсор, который там с ним, с ним постоянно на коннекте, на связи, и он тебя постоянно контролирует. Вот. Самое главное еще у алкоголиков есть такая штука, вот когда тебя начинает шкурить, у тебя обязательно должно быть, почему существует эти, горячая линия. Вот. Ну, многие стесняются звонить в горячей линии, в принципе, очень частенько срываются. На самом деле, это очень полезная штука, когда тебе хреново, ты не знаешь, у тебя вот эти вот мысли, начинается вот эта вот вся фигня, и тебе нужно высказаться, выговориться, по большему счету. А не идти заливать, ты звонишь своим клубным, как бы, друзьям. Вы всегда на коннекте обмениваетесь телефонами, и вы всегда на связи, то есть можно хоть там, не знаю, в три часа ночи кому-нибудь позвонить, и тебе обязательно ответят, и помогут. Это очень, кстати, крутая тема. Я не пользовался, меня настолько, конечно, не накрывало сильно. Как-то я сам справлялся, тем более, у меня всегда были люди, с кем поговорить. Но вот еще вот такая штука существует в анонимных алкоголиках. Вообще у торчков, у всех, у наркоманов, у алкашей есть одна большая проблема. Мы во что-то начинаем буровить. Допустим, мы начинаем пить. Мы перестаем пить, мы начинаем что-то фанатично делать. Я, например, начал фанатично собирать цветы, растения. То есть у меня вот это вот первое время, когда я вышел, мне надо было куда-то направить всю эту энергию. Естественно, я начал это делать очень так маниакально. Естественно, многие люди начинают в анонимных алкоголиках привязываться маниакально читать вот эти все штуки. Им это просто нужно, это нормальная тема. И в какой-то момент в алкоголиках мне очень стало не то что тесно, мне стало тяжело. Потому что изо дня в день ты слушаешь эти истории, и я очень эмпатичный человек, и там очень страшные истории прям бывали. И мне стало тяжело, я понял, что дальше я буду двигаться пока один, но если мне понадобится, я опять туда приду. И в принципе, наверное, я начал ходить раз в месяц, потом это все еще, еще, еще меньше, и все. И в итоге, наверное, я в общей сложности проходил месяца 4 я туда. Я хотел сходить на год, но забыл. Потому что у меня вначале стала такая программа «Не пью». И она прям вот по дням считала, сколько ты там дней не пьешь, потому что потом мне надоело. Я понял, что я начал зацепляться за это число, я постоянно заходил и смотрел, сколько я не пью, и постоянно себя хвалишь. Мне там все надоело, и я понял, что я не хочу к этому привязываться, мне не нравится, это очередная опять зависимость. Я просто снес все и примерно в голове держу, сколько я времени как бы не пью. И у меня в какой-то момент просто ушло вообще состояние желания выпить, потому что я продолжал работать в баре, у друзей у меня все равно все люди пьющие. Естественно, в анонимных алкоголиках существует правило, если ты хочешь бросить пить, тебе нужно оборвать все связи с теми людьми, кто пьет. Так это получается, мне надо было всех своих друзей как бы из жизни выписать, вообще просто одному закрыться и искать новую компанию. Я понял, что я так не смогу просто. Я научился жить с этим всем, и в какой-то момент я просто стал смотреть на алкоголь, как на аллерген, который просто нельзя просто его пить нельзя. Вот и все. Проблема алкоголиков в том, что у них нет какого-то стимула. То есть у тебя что-то должно быть выше, грубо говоря, алкоголя. У тебя на первом месте должно стоять. У меня, конечно, на первом месте стояла моя работа и картины, стать художником, вот то, к чему я, в принципе, иду. И, естественно, наверное, это меня и уберегло, грубо говоря. То есть мой такой маяк был путеводный, к которому я и зацепился. То есть это был мой бог на тот момент, что должно было быть выше. Это неинтересно. Это просто эскапизм. Я отдаю себе отчет, что это заливание каких-то своих комплексов из детства, каких-то проблем. На самом деле, проблем никуда не уходит. Мне больше нравится решать проблему, нежели ее заливать и там прятаться от нее. Поэтому бессмысленное занятие, не приводящее никуда. Только что я познакомил вас с историей Димы. И из этой истории следует очень простое правило. Когда надежды нету, остается верить. И тут уже не важно, во что вам верить. Главное, что эта вера вас спасает. Если у вас есть интересные истории, обязательно присылайте мне их в инстаграм или пишите здесь в комментариях. Меня зовут Александр Жучкин и вы смотрели новую серию проекта «Откровение».